Агументед Стандарт переосмысливает типовое проектирование за счет новых возможностей, привнесенных цифровыми технологиями. Живая природа адаптивна. Разнообразие ее видов и подвидов это реакция на различные условия среды. В основе комфортного и гармонично функционирующего города также лежат принципы разнообразия и адаптации. Агументед Стандарт это программное обеспечение, которое организовывает лучшие наработки стандартного дизайна, создавая среду для комплексного анализа и дополняет их новыми, процедурно сгенерированными типами зданий. Таким образом радикально расширяет диапазон возможного. Это участок в городе Люберцы, расположенный недалеко от Москвы. Сгенерируем всевозможные типы зданий для участка. В данном случае одна сторона участка выходит на юг, на озелененную улицу, а другая северная во двор. В такой ситуации нам хорошо подойдет галерейное здание, где все квартиры смогут получить оптимальную ориентацию и складное проветривание. Сосредоточимся на вариантах, которые занимают всю ширину участка. Чтобы подобрать глубину здания, мы провели комплексный анализ. Учтены площади квартир, варианты планировок, конструктивные сетки, модульность и освещенность. Глубина здания 13 метров. Максимальная длина галереи в одну сторону 20 метров, так что можно ее удлинить. Сейчас наше здание максимально простое и находится близко к нижнему порогу стоимости, так что давайте применим дополнительные модификаторы. Верхнюю часть можем не менять. Давайте применим коммерческий первый этаж и более детально посмотрим на фасады. Все фасадные языки автоматически реагируют на среду. Процент остекления меняется в зависимости от ориентации и особенностей климата. Таким образом находится баланс между пассивным солнечным нагреванием и минимизацией теплопотерь. Можно было бы продолжать модифицировать это здание, но пока давайте сохраним этот дизайн и посмотрим на другие здания, разработанные с помощью этой же базовой формы. Сейчас можно наглядно увидеть, как на разных участках один базовый тип сформировал совершенно разные результаты. Первое здание, находясь в середине участка, открывается во двор, максимизируя рекреационные пространства. Второе расположено на сложной базе с паркингом. Третье активизирует уличный фронт и формирует двор. А четвертое, расположенное на перекрестке двух активных улиц, служит ориентиром для всего квартала. Для формирования данного квартала мы использовали три базовых типа зданий, которые изменялись и адаптировались. Мы использовали обширный набор принципов, описывающих качественную городскую среду. Например, формирование угловой галереи обусловлено еще и задачей образовывать уютный двор. А распределение коммерческих первых этажей и офисов по участку спроектировано так, чтобы с одной стороны рассредоточить присутствие и тем самым безопасность, а с другой сформировать главный узел активности для эффективности коммерции в квартале. Именно за счет гибких и адаптивных зданий мы можем усложнять и расширять требования к застройке, формируя разнообразную городскую среду. Данные разработки только начало. В будущем, если пойти по пути инклюзивной платформы, которая собирает и организовывает опыт строительства, а также поощряет сотрудничество между специалистами из разных индустрий, мы сможем сформировать широкую базу комплексных решений. Это позволит сместить фокус в процессе разработки решений для жилой застройки, в пользу тщательного изучения особенностей контекста, накопленного опыта и разнообразных запросов людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok